Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте На прошлый раз мы говорили о месте коммунистых Сегодня мы поговорим о поле тернии 13 глава Евангелия на Матфея 22 стиху В прошлый раз, когда мы говорили о местах коммунистых, то из-за того, что камни были в земле, корни не могли пустить А тернии это семя попало в землю? Но не корень закрывает? Но тернии мешают, чтобы росток вырос, чтобы появился ствол и выросли плоды? Смотрите, корень это суть То есть по сути нашей душе Бывает, что из-за того, что наша душа не соответствует с душой Бога, у нас не пускаются корни Например, какие-то наши человеческие желания Или мысли о том, что я делаю хорошо, есть такие вещи в нашей основании души Но не только это, когда выросло, росток появился стебель Некоторые вещи, которые бывают в жизни, начинают давить на нас Знаете, когда Иисус вел духовную жизнь? Когда я видел духовную жизнь, у меня много раз появлялось Я хочу молиться, я хочу проповедовать, я хочу передавать слово, я хочу путешествовать по вере без денег В 1976 году я начал миссияниевскую школу И в то время у меня было большое желание начать миссияниевскую школу Мне очень хотелось начать миссияниевскую школу Но я не знал, как нужно вести миссияниевскую школу Я понял, что Евангелие было очень хорошим Я понял, что чтобы я один передавал Евангелие, будет ограничение И у меня появилась такая душа, что я хочу, чтобы многие служители пошли по всему миру и передавали Евангелие И тогда для этого очень важно было, чтобы те люди, которые через меня получили спасение, чтобы они могли вырасти в вере В 1976 году мы начали миссияниевскую школу В 1974 году родился мой сын А тогда наша церковь была маленькая, поэтому к нам приходили 20-30 человек только И поэтому у меня было достаточно много времени И в то время я рано утром вставал и читал Библию И поэтому после завтрака до обеда я мог полностью читать Библию Но я в 1974, 1975, 1976 году Моисея, 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 Исход, Левит, Второзаконные числа Вместе с Моисеем, в моей души я попробовал представить, что я был на горе Синай И вместе с ним прошелся по пустыне И в моей душе я встретился с Манной И также увидел источник воды, который вышел из школы Да, как будто я действительно побывал в тех временах Моя душа очень глубоко пошла в эти пять книг Моисея В то время Господь Бог очень большую милость проявил мне И после того момента я много раз читал лекции по книге Бытие И с того момента я начал любить лекции через книгу Бытие И только тогда я впервые понял, что пять книг Моисея настолько интересными были Знаете, я читаю слово Бытие и моя душа полностью закутывается словом А вот книга Исход, где рассказывается про Скинио и про закон Как будто мне казалось, что меня дает покой душе А когда я был в книге Левит То удивительные вещи начали происходить Я очень долгое время страдал из-за греха и поэтому хотел освободиться от моего греха И когда я прочитал книгу Левит, это была очень интересная книга Когда Моисеев спустился с горы с двумя скрижалями, где были написаны законы Это написано в книге Исход А он пришел со скрижалями, где были написаны закон Но люди, которые были на земле, они сделали себе золотого тельца и начали приносить жертву ему А первый закон говорит, не ставь дурь иного бога с ним Не ставь себя кумира Они уже нарушили закон Тогда Моисеев очень сильно огорчился Тогда он взял эти скрижали и разбил их И сказал, выйдите тех, которые принадлежат мне Тогда Левиты вышли к нему Он сказал, вытащи ножи и убейте всех, кого встретите И в тот день три тысячи человек убили И на следующий день Моисе снова поднялся на гору И он молился перед Господом Богом Господь Бог, пожалуйста, проси их грехи Или же, пожалуйста, смотри мое имя и книги жизни Да, мы согрешили перед тем, создав себе золотого тельца Тогда 3 тысячи человек убили Да, то есть три тысячи человек были убиты, но они не знали, как очистить грех А знаете, у них была палатка Да, хотя Господь Бог всегда был с ними Но у них не было жертвенника У них не было ковчега Не было жертвенника, чтобы принести жертву То есть пришел закон, поэтому они стали грешниками Но нет жертвенника, где они могут принести жертвоприношение Богу И тогда Моисе быстро позвал лето и совета И тогда они быстро сделали жертвенник, сделали для умывания, потом хлеб столбов и потом ковчег сделали И когда все это сделали Все, кто согрешил, приходите ко мне Да, принесите овечку И потом, когда передавали грехи, убивали, таким образом получили прощение грехов Если бы в то время был бы жертвенник, тогда мой бы отец бы не умер бы в тот день Они сделали себе золотого тельца, поэтому они согрешили Да, если бы в то время принесли бы жертв, тогда бы все бы закончилось Но поскольку не было жертвенника Они поняли, что из-за этого люди погибли И когда я читал в книге Левит о жертвоприношении, я был очень благодарен Богу Я такой человек, у которого очень много греха Но что делать, если я не смог очистить этот грех? Тогда я буду в вечную погибель попадать Иисус станет моей жертвой Иисус станет нашей жертвенником Иисус стал нашей жертвой всесожрения Таким образом очищаются наши грехи И это очень удивительно И это очень удивительно А что еще удивительнее? Что та кровь, которая была пролита на кресте Иисусом, была помазана жертвами, которая Царством Небесом Поэтому мои грехи тоже были омыты И меня хотелось об этом рассказать многим людям Но мне одному передавать им очень трудно Поэтому я хотел рассказать людям об этом Я хотел всему миру это передать И напечатать книги И открыть себе телеостанцию И отправлять миссионеров И когда я слышал, что по всему миру люди получают спасение, я очень счастлив И поэтому я хотел от того начать И это было очень тяжело А в маленьком сзади, где я был втором этаже Как можно начать вообще миссионерскую школу? Это было очень тяжело для нас Ой, по-моему, я не смогу Мне казалось, что это очень тяжело Но каждый раз, когда я молился, Бог мне давал душу, что надо начать миссионерскую школу Ой, Господи, как я могу начать это? Я не могу Господи, я действительно не могу это Но Бог ничего не говорит А, наверное, Бог забыл Ну, отлично, тогда все, я буду жить просто Потом я начинаю молиться и становлюсь перед Богом Тогда Бог снова дает душу, чтобы я начал миссионерскую школу Бог говорит, чтобы я начал миссионерскую школу Ах, с 학교�ом ты как-то не знаешь Знаете, у меня только переживания начали появляться Я как я могу начать миссионерскую школу? Как я могу начать миссионерскую школу? У нас и так мало братьевсестер Как я могу собрать студентов? И вообще, как я могу начать это? Но, хотя Господь Бог мне давал душу, что надо начать миссионерскую школу Но в то время, когда он давал, он тоже был большим И поэтому я несколько раз пытался начать И однажды я точно решил, что начну миссионерскую школу Я сказал нашим братьям-тестерам, что я начну миссионерскую школу Тогда они удивились Спросили, а что такое миссионерская школа? Как это вообще проводится? А где вы будете есть? Где будете спать? В смысле, в зале будем спать, в зале будем вместе? Пастор, вы сами так часто голодаете Так что будут здесь студенты? Да, то, что говорили братьевсестеры, они говорили правду Но я начинал не потому, что Бог мне дал все необходимое Хотя мы начали миссионерскую школу, но мы часто голодали, нам было тяжело Наконец мы смогли начать миссионерскую школу Три брата, две сестры, пять человек мы начали миссионерскую школу И знаете, когда мы начинали, внизу двери открываются, люди поднимаются Мама или бабушка студента приходит и говорит, что ты тут делаешь, начинает ругаться, кричать У одного человека мама приходит Ну покажи, где твоя школа? Вот школа Это школа? А где вы спите? Здесь А кушаете где? Здесь Все, идем, идем отсюда Что это за школа? Очень часто было подобного И моя душа это очень не нравилось Я тоже хочу жить в спокойном месте Я тоже хочу жить хорошо Я не хочу, чтобы мои дети голодали Я не хочу, чтобы моей жене было тяжело У меня есть такая душа Но с такой душой я не мог начать миссионерскую школу Очень большая борьба происходила моей душе Очень много борьбы было моей душе Когда я начинал миссионерскую школу Я начал не потому, что у меня была какая-то твердая воля или потому, что я был верным богу Я начал, потому что я проиграл богу Мне казалось, что бог забыл про миссионерскую школу, поэтому он прошел мимо Потом проходит время и потом бог снова мне говорит Ой, надо начать миссионерскую школу Ой, господи, я не могу начинать миссионерскую школу Как я могу заниматься подобными делами? Я ни в коем случае не смогу этим заниматься Кто мне что ни говорил, я не могу этим заниматься У меня не получится Тогда бог снова молчит А, ну все, бог наверное забыл Но проходит время и манились бог говорит снова миссионерскую школу И так я проиграл богу И мы начали миссионерскую школу Но проблем было немало Но самая большая проблема это были студенты Они говорят, может таким образом наш пастор испортится Они не думают о том, что у них плохая духовная жизнь Они хотели бы мне как будто поддержать меня А если я отправил их проповедовать, они собирались у реки и обсуждали, как помочь пастору Очень разных, многого было тогда Они говорят, а с человеком это вообще возможно? Порой я злился Порой хотел всех прогнать Много раз было подобного Но ясная истина в чем заключается? В том, что вот эти тернии, которые есть внутри меня Волнение века сего и соблазни богатства Они были у меня, я не говорю, что их не было И если они раздавят меня, тогда я ничего не смогу делать Да, если я програю, тогда я ничего не смогу делать Но когда я смотрю на бога Это не проблема Это было однажды утром Я не помню из-за чего, но я ругался с моей женой И когда я ругался с моей женой, мне было очень нехорошо Почему я люблю миссионерскую школу? Раньше можно, например, после завтрака отдохнуть немного А в миссии в школе, братья, они должны после завтрака сразу открывать библию читать Но в тот день я подумал, что я больше не могу вести миссионерскую школу Поэтому я должен сегодня прекратить вести миссионерскую школу Но поэтому надо пойти к ним и сказать, что мы прекращаем миссионерскую школу Я хотел сказать им, что мы заканчиваем Я вижу каждого брата А этот брат оставил хорошую работу, пришел миссионерскую школу Этот брат ругался дома с отцом, говорят, что пойдет миссионерскую школу и пришел Этот брат все оставил и пришел в миссионерскую школу Но сказать мне, что мы прекращаем миссионерскую школу, мне казалось, что это были слишком жестокие слова для них Сегодняшнего дня мы прекращаем миссионерскую школу, поэтому идите домой Мне нужно было сказать такие слова, но это были слишком жестокими для них Мне казалось, что они сильно огорчатся Поэтому я подумал, что сейчас лекции прочитаю и все И сначала нужно изучать библию Я хотел их учить библию, но у меня не появлялось желание учить их И тогда мы начинали читать в бытие Я сказал, получили читать по одному стиху Братья по одному прочитали? У меня совсем не было желание передавать слово Я немного закрываю глаза И говорю, подумайте, если что поймете, вы скажите мне И я с закрытыми глазами сижу А братья один за другим выходят и начинают говорить Но я не знаю почему, но в тот день почему-то все разговаривали всякую чушь Но они такие глупые, но как это можно так истолковать? Потом я думаю, ну ладно, все, оставлю Пускай говорит, что хотят Потом второй выходит, ну говорит, такое ерунду просто Я начинаю злиться Я встал Я говорю, как это слово может это значить? Да, у вас вообще такой талант Как вы так хорошо понимаете это слово? Я начинаю злиться Посмотрите, разве это слово не это значит? Ведь так слово написано Вы такие глупые, непонимающие Как это слово можно так истолковать? И так целый год я что-то, целый час я что-то говорю им И проходит час И потом на следующей лекции я подробно истолковываю И потом, то есть пока общался весь обед, до обеда время прошло Знаете, что удивительно? Когда я заканчиваю лекции все, тогда моя душа наполняется словом Я думаю, что это не очень трудно есть Когда передаем Евангелие, какие трудности бывают? Разве не бывают трудности? Но только недавно эти были большие проблемы для меня Но теперь это не проблема для меня Я иду домой Я начинаю с вести там Иду домой А моя жена Она такая Злая сидит Мне было жалко мою жену Почему я бы не был злым, я передавай слово А моя жена дома сидит и она думает Те тернии, которые были в моей душе Переживания или соблазни Бог начал один за другим убирать в моей душе Тоже и вы, как семя, посаженное в тернии Тернии полностью наполняют ваши души Говорят, разве у тебя это получится? Разве ты сможешь это делать? Если оказаться в тернии Мы ничего даже не можем делать Да, там тернии, там тернии, там тернии, там сверху, внизу тернии Есть у меня кулич, что же мне делать? Да, мы начнем видеть Вот это проблема, то проблема Это акации, вот это тернии, другой тернии Но Иисус ведь сказал, что я отправляю овец среди волков Бог дает силу, чтобы мы могли преодолеть волков Иисус сказал, я посылаю овец среди волков Иисус возлюбил волков Иисус возлюбил волков Иисус возлюбил волков Поэтому вот, волчонок, давай я тебя буду отправлять каждый день, а весь съешь Поэтому Иисус говорит, что отправляют нас к волкам Нет, смотри внимательно Видишь, сколько там волков? Вот идет одна овечка Посмотри внимательно, кто повезет, овечка или волки? Смотри, овечка то, что вошла в стадо волков Овечка должна умирить, правильно? Овечка должна сесть Остается должны только Кося, а так должны его разорвать и все съесть Ну что ж остается? Смотри, что остается? Смотри, волки проигрывают, умирают Волки же убегают Овечка остается в живых Смотри Саул пытался убить Давида Саул подобен волку, а овечке похоже на Давид Ну посмотри внимательно, кто умрет, Давид или Саул? Нам кажется, что умрет Давид Ну смотри, он не умрет, смотри внимательно И Давид не умирает Саул умирает Смотри, это я хотел сказать тебе Смотри, кто умер, волк или овечка? Кто победил, овечка или волк? Все видно Поэтому тернии есть, ну пускай будут Потому что Господь все уберет, все тернии Ну я твердо верю Ну я твердо верю Иисус же надел на себе терновый венец Знаете, почему надел на себе терновый венец? Когда мы прочитали Бытие После того, как Адам согрешил Написано, что земля прорастет тернии То есть результат непослушания Господа Бога это были тернии и репейники Знаете, почему Иисус, когда умирал на кресте, надел терновый венец? Этим он закончил тернии Да, Господи Бог посол тернии и репейники, чтобы не колоть нас Но когда Иисус задел терновый венец То, что должно было нас колоть То, что мы должны были страдать Типичерка, то должны мы были искать? Всех их Иисус убрал И сделал нас чистыми И удивительным образом так произошло Об этом здесь говорится Разве не удивительно? Именно поэтому Бог сделал, чтобы мы могли преодолеть технию Когда мы смотрим на технии, которые стоят перед нашими глазами, нам страшно А эти тернии Иисус взял на себя и пострадал на кресте Иисус очистил А спасибо тебе, Господи И Бог сделал, чтобы мы могли жить благословенной жизнью Именно так Бог сделал, чтобы нашей души могло вырасти семя Я не могу описать, насколько я за это благодарен Богу А то, что мы можем ради Евангелия жить в Господе, это большое благословение Спасибо До новых встреч До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok